Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Северков Владимир Антонович, участник Великой Отечественной войны. Сейчас мне 85, а на фронт пошел 17. Расскажите, пожалуйста, о том, когда и как вы были признаны в действующую армию. Когда началась Великая Отечественная война, мне было 15 лет. И раньше в колбозе, я в деревне родился, Житовского района. Когда началась война, мы и до того, конечно, в летние каникулы помогали родителям работать в поле. На колхозных полях. Ну а в 41-м году мы вообще подростки заменили ушедших мужчин на фронт. Ну, уже в июле в августе стали поступать похоронки на близких людей, на хорошо знакомых людей. Ну, конечно, душевная боль и тревожная мысль не давала нам, подросткам, покоя. И когда комитет комсомола, райком комсомола объявил добровольцев на трудовой фронт, мы все из 9-го класса, ребята, записались и ушли на трудовой фронт. Мы, значит, под Каширой и Ельцом сооружали оборонительные рубежи. Там, значит, рыли противотанковый ров. И представляете, значит, тогда еще такой землеройной техники не было. А все лопаткой и на лошадке, и все, понимаешь, это... Каждый день налетала немецкая авиация, и вдоль трассы, значит, сбрасывала мелкие фугасные бомбы на рабочих. А иногда просто гранаты. И все время строчили с пулемета. Ну, значит, были убиты и ранены рабочие. А в основном это были женщины и подростки. И вот именно здесь я впервые увидел кровь жестокой войны. Впервые. Раненых мы собирали в эти санитарные машины военные. И отправляли в госпиталя, в больницы. И на повозку отвозили. Тогда мысль заставляла обстановку как-то приспосабливаться. Я вот в таком ров, знаете, противотанковый ров, это большая канава. И вот я в этой, значит, в этой канаве, в стенке этой канавы прорыл нишу такую, чтобы туда залезть. Когда авиация прилетит, налетит, понимаешь, все туда, понимаешь. Но все-таки от прямого попадания, вернее, когда уж прямое попадание делал, а так, понимаешь, вся защита. И вот я вырыл эту нишку туда, как немецкий самолет налетает, раз туда. А то ведь мы как, разбегались все по полю, а у нас пулемет, понимаешь. Ну, а работами руководили военные, значит, военные специалисты инженерных войск. То есть они строили укрепление. И когда там один, значит, лейтенант увидел, руководил нашим участком, и увидел, что я такую, такую работу произвел, понимаешь, так спасательную, можно сказать. Вот, он подошел ко мне, одобрил, вот, а я уже хожу там и другим говорю, вот, вырыйте, куда вы бежите, на поле, на смерть бежите. Ну, вот, значит, вырыйте себе, и тут пошло. Каждый себя отрывал, и как-то самолет налетел. Где-то в ноябре месяце, это мы в сентябре приехали туда, значит, на работу. А в ноябре мы уже стали пребывать в воинской части и занимать позиции. Немец рвался к Москве, как вы знаете. Вот, и, значит, воинские части стали занимать наши окопы. Мы не только против танковых, но и рыли и окопы, и ходы сообщений, там, все. То, что нас, значит, просили военные специалисты. И после, значит, где-то в ноябре месяце, да, в ноябре месяце, 7 ноября был митинг. Вот, мы закончили работы все. Был митинг. На митинге присутствовали и городское руководство, и командиры воинских частей, солдаты. Ну, вот, состоялось там, значит, награждение, погладение гранатами, там, что я получил, вот, за свою вот эту инициативу получил, понимаешь, там, знак ударника трудового фронта. Ну, вот, ну, конечно, радость переполняла, понимаешь, да, что, 15 лет, то, конечно, ага. Ну, вот, и после этого, значит, была команда, значит, разъехаться по домам, ну, вот, нам, добровольцем. Но, оказалось, что из нашей группы, ребят, вот, из моей школы, не все пришли на пункты, значит, отъехать. Некоторые уволили воинских, командиров воинских частей, оставить их в качестве солдат. Вот, значит, ну, и, там, меня спрашивают, понимаешь, да ты че, ты уехали, записался там, вот. Хорошо, там, знакомые сидели на одной парте, в школе. Я, я вот, буду, вот, самое, буду, включаясь, записался, я остаюсь, не поеду. Ну, пойдем, говорит, я тебе тоже. Ну, пойдем, приходим. Вот, я, как сейчас помню, понимаешь, майор, вот, артиллерист, он, значит, говорит, вот, он тоже хочет, понимаешь, солдаты. Я тоже, вот, понимаешь, медали, вот, он посмотрел на меня, ну, ростом ты маленький, че-то там, он посмотрел на меня, и говорит, сынок, где дом, кто остался? Я говорю, ну, мать и две сестренки, вот, говорит, ехать ты, дабой. Ну, и, таким образом, я до 43-го года работал в колхозе, вот, на всех выполнял всю, всю морскую работу. Ну, а в 43-м году призывался в армию, он был зачистен в воздушно-десантные войска, где служил, воевал, и войну закончил. Значит, значит, в Австрии, но, когда война кончилась, 9-го, значит, утром пришел к нам заместитель, начальник в воздушно-прополитчасти, и объявил, что война закончена, подписан, ночью подписан был акт о безголовочной капитуляции. Ну, тут все, понимаешь, кто мог, палаты большие были, кто мог, значит, встали тут друг к другу, понимаешь, обнимают, значит, кто ходить еще не мог, понимаешь, костылями от пол стучит, радуется, тут невозможно. Мы подходили, кто еще не мог встать, подходили к ним, поцеловали их, ну, скоро у вас все будет в порядке. Ну, я уже на костылях, но ходил еще. Так вот я встретил конец войны в Москве. Так, что еще? Вы имеете награды. Какая для вас особенно дорога и почему? Ну, за время пребывания, значит, на фронте, разные ситуации, разные обстановки, понимаешь, были, поэтому, значит, ну, а награждан я ордену, вот, ордену Красной Звезды Отечественной Войны, медалью за отвалку, тремя медальями за боевые заслуги, ну, за взятие Вены, Праги, в общем, вот такие мои фронтовые награды. Ну, а после, тут, конечно, были всякие юбилейные, тут, нет, ну, я это, вот, а в основном вот такие, такие награды. Значит, ну, конечно, самые дорогие для меня, это ордену Красной Звезды, которую получил я за взятие Вены. Вот командир батальона у нас был, я сейчас могу его показать, герой Советского Союза получил за боевку за Вену. Мы освобождали Вену, он, значит, был на три года всего старше нас, молодой, ну, сибирян, с сибирским характером, мы все, понимаешь, вот нам, вот он, герой Советского Союза. Вот, а вот мы тамбовчане все, понимаешь, земляки. На фронте были люди разных национальностей. Что по-вашему объединяло представителей разных народов на фронте? Любовь к родине. Мы все, мы тогда не считали, кто у нас в отделении, у нас, вот я, плечной пулеметчик, вот, значит, в отделении у нас были у всех национальностей. И вот с Татарстана, казак у нас был, потом армянин, мы все шутили. Самый лучший, самый лучший из армян, это Алик Аганисян. А случаются ли вот конфликты на национальной почве? Нет. Никогда не было? Ни, 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 даже в мыслях никогда не было. Вот, почему, чем, понимаешь? Вот, не было. И, и никакой, и тем более я вот после войны уже пять лет еще служил, вот, два года в войну, и пять лет после войны служил, потому что выравнивали. Ну, вот, отпустили из армии сразу, там, студентов, предположим, там, специалистов, кто-то, там, врачей, там, и так далее, учтелей, вот, и, а, служить-то, может, был кому-то? Мы выравнивали, вот, пал, значит, на нас, вот, это жребие, что мы вроде и в студенты не попали, и школу еще не закончили. Вот, нам пришлось по семь лет служить. Желание, конечно, учиться было большое. Была возможность у меня остаться и закончить там офицерские курсы и получить, значит, офицерское звание и остаться в армии, но я этим не воспользовался, потому что хотел учиться, хотел в гражданке жить. Вот, но я не, не, так сказать, на судьбу не обижаюсь, потому что я и заслуженный рационизатор России, занесен в областную доску почета изобретателей и рационизаторов, вот, значит, имею пять изобретений, вот, так что я, мне нравилась инженерная работа, я всегда творчески работал, так что, вот, такие, такие, конечно. Так вот, удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину, все-таки было страшно. Дисциплина, дисциплина была, она вот, она как-то, понимаешь, ну, вот, я не могу сказать, что никто, конечно, там, не заставлял под силой оружия, чтобы там, ты, дисциплина, как-то само себе, обстановка военная, она дисциплинировала, понимаешь, если я что-то плохо сделаю, так я не только для себя, а рядом же товарищи, вот эта вот дружба, товарищество, она как-то вот дисциплинировала все-таки нас, и дисциплина была безукоризна, безукоризна. Нет, я не хочу сказать, что не было случаев каких-то отдельных, всякие, понимаешь, тем более в такой массе людей, но в основном дисциплина была. Что еще он сказал? Вот во время освобождения, когда вот, населенные пункты освобождались, как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? Ну, я скажу немножко по-разному, вот, но где мне приходилось, допустим, в Бегаславии нас встречали, просто, понимаешь, народ выносил такие подносы, кушаем вина и яблок, и прям всех, понимаешь, вот так вот, вообще, Бегаславии. Вот, дальше зашли в Венгрию, тут, тут слабее, тут, понимаешь, Мадьяры, понимаешь, не очень нас, вот, но перешли в границу, вступили в Астрию, там тоже нас встречали неплохо, вот, и, и после, значит, уже в мирное время служил я там, вот, к нам относились, встретились хорошие, хуже Мадьяры в Венгрии. Ну, да, все равно было все. Ну, была, конечно, была, понимаешь, неимоверная, вот, слава нашей страны, авторитет такой, победить такую машину фашистскую и вложить в победу, понимаешь, такое, значит, усилие всего народа, всей страны. Завоевывание был большой этим самым авторитетом. И мы, конечно, гордились, гордились, что мы, да, что мы солдаты Советского Союза. Ну, а, что касается боевых действий, ну, по-разному было. Вот у меня был такой, допустим, случай, вот, когда, ну, видите, в Западной Венгрии у озера Болотон и Будапешта там Гитлер принял, значит, последнее свое наступление. Кольшее наступление он не мог после Болотона осуществлять. И вот, значит, там сильные, сильные были бои, значит, и вот в одном, в одном, в одном бою, понимаешь, вот идут танки. Вот один, допустим, ну, вот этих, там, 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 вот один идет прям вот в наш окопчик. Вот, окопчик чё-то, вот, чё-то ковырнул, лёг, ну, и вот идет, понимаешь, ну, гремит, идет, гремит ближе, ближе. Мы увидели их метров за 500, вот все ближе, ближе, ближе. Ну, я своему второму номеру, понимаешь, у меня был Дима Фролкин, я говорю, ты отползли с пулеметом, вот, я немножко подальше. А я, значит, достал из-под сумок противотанку гранату, думаю, а я буду же встречать его, чё-то, ну, вот, ну, и, значит, взял гранату, понимаешь, вот, прилег, там, все ближе, а уж стреляет не в нас, а дальше туда, понимаешь, там, ну, из пушки, а уже из пулемета стал туда дальше стрелять, потому что, вот, приблизился он примерно метров на 50-60, я только потянулся, освободить гранату от предохранителя, чтобы приготовиться, вот, а граната тяжелая, ее же не брось далеко, вот, 15-20 метров больше не брось, вот, ну, все, приготовился вот так, и вдруг, понимаешь, там, дернулся и начал крутиться, повернулся и задымил. Там за нами артиллерийская батарея противотанковых оружий, вот, кто-то там из артиллерийцев его, значит, хорошо ему врезал, вот, он и задымил. Ну, я внутри, так, вернее, не, так, вроде Дима тут, другие ребята, я, а, не дал мне, понимаешь, возможность помириться силами, вот, а внутри думают, какой же ты молодец, артиллерист, ты спал с меня, вот, такие вот бывают разные. Бой – это такая штука, что все не предусмотришь, обстановка меняется моментально. Ну, ничего, нормально, по судьбу не обижаемся. Ну, да, да. Вот так тяжело досталась вам, нашему народу победа, что вот вы пожелали бы молодежи, чтобы она помнила это все, не забывала? Любить Родину, как мою любить. Вот, не надо, не надо польщаться Западом, все это там, уж, поверьте мне, я 7 лет там пробыл, 5 лет в мирное время, и знаю, хорошо знаю. Так что я, вот, демизовался из Вены, из такой столицы, такой прекрасный город, там, музыкальный город, вы знаете, да? Вот, я из этого города, я ждал, когда же я в свою деревню приеду. Все тут родное, все, хотя тут и не урожай было, понимаешь, и все, и голодали, и все, но это все свое, все родное. А там, ну. Любить Родину. Любить Родину, да. Любить Родину. Любить Родину. И быть дружнее, понимаете, ведь вот, вся вот, это показуха там, вот, но они там так не дружат, допустим, как мы вот дружили. Вот, мы вот, я работал на заводе, мы, каждый выходной автобус выделяется, мы едем на природу, вот, три гуляют, там, куда, в лес отдыхают, дружат, там, значит, берут с собой, там, еду, и все такое, все, все время было так, вот, нормально, весело, понимаешь, и все. А там, вот, нет, там, там ты так не придешь, там, там совсем, там все, все считается. Поэтому молодежи не надо польщаться, понимаешь, западом, нужно было устраивать, значит, свою Родину. Ну, и, конечно, конечно, даже, даже говорить не хочется, чтобы отказались напрочь от народа. Наркотиков и модного курения, это просто невозможно. Вот, мы, мы понятия не имели, мы не знали даже, слово киллер, да мы не знали этого. А сейчас мы знаем, что это убийца наемная. Вот, зачем это все? Вот, и вот, получается, понимаешь, что мы, вот, ходим в школу, там, в другие учебные заведения, в молодежные центры, вот так, беседуем, вот, разговариваем. Вот, значит, вроде нас понимают, вроде, понимаешь, нас, значит, это, восторгаются, понимаешь, на... Ну, а посмотрит телевизор, там, совсем другое. Ну, и вот, как, запутывается молодежь, конечно. Не надо такого. Не надо, пока не другое. Продолжение следует...